В Кадетской школе-интернате в Мирном новый учебный год начался с перемен к лучшему. Косметический ремонт, новые преподаватели. Произошло это после разгоревшегося летом скандала. Тогда в социальных сетях появилась информация о том, что за здоровьем воспитанников школы никто не следит, мебель в аудиториях буквально разваливается, а между самими учениками зачастую возникают конфликты. Как сегодня изменилась ситуация, расскажут наши коллеги. Сломанная мебель, дыры в стенах, неубранные помещения. Так выглядела Кадетская школа-интернат летом. Сегодня образовательное учреждение не узнать. Уютный спальный корпус, яркие стены, новая мебель. Сделали частичный ремонт стен, заменили гипсокартон, который был разбит, покрасили, привели потолки в порядок, поменяли стеклопакеты. Но не все работы еще проведены. Требуется также замена сантехники, капитальный ремонт душевых и вентиляции, а также наладить освещение. Изначально, когда строили школу, вернее, это здание подгоняли под школу, скажем так, были, наверное, нарушены какие-то технические процедуры. Поэтому здесь необходим капитальный ремонт. Не косметический, а серьезный капитальный ремонт, чтобы можно было снять это все, привести в порядок. Родители учащихся часто жаловались на плохое питание. Но повара уверяют, меню для кадетов разнообразное и сытное. По утрам постоянно каша молочная, суп первая, вторая у них гречка или котлета, курица. Все менюшки у нас разложены по стандарту, все как положено. Сегодня в школе обучается более ста кадетов. 43 из них новые учащиеся. Прибыли они из разных уголков нашей республики. Ждем еще, конечно, набор. Мы бы хотели, чтобы дети пришли к нам в 6 класс, в 7 класс, в 10 класс. То есть есть вакантные места. В кадетской школе-интернат большие перемены. Временным руководством проведен косметический ремонт и частично закуплена новая мебель. В учебном заведении ждут лишь нового руководителя и недостающих педагогов. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».